Это программа Индирект. Нынешний выпуск, завершающий в 2013 году, в году, который оказался более чем насыщенным событиями, весьма динамичным и не безрезультатным. Вопрос в том, какую именно оценку заслуживают результаты 2013 года с нашей стороны. Готовясь к нынешней передаче, я пытался составить хотя бы очень краткий список тех важных событий, которые, собственно, и составили 2013 год. Но список оказался все-таки довольно внушительным. И время, которое бы заняло мое вступление, оно слишком много израсходовало бы времени собственных дискуссий. Поэтому и отмечать события, и давать им оценку мы будем по ходу передачи с нашими гостями. Депутатом, исполнительным секретарем ЦК партии коммунистов Юрием Мунтином и политическим аналитиком, известным гостем нашей программы, лидером Гражданского конгресса Алексеем Тулбуре. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос я хочу адресовать вам, Алексей. Я припоминаю, в прошлом году, в конце прошлого года, в одной из передач вы выразили надежду, говоря о 2013 году, вы выразили надежду на то, что этот год должен стать годом, когда должны произойти качественные изменения в общественном сознании граждан Молдовы. Скажите, вот насколько в этом смысле оправдал ваши надежды 2013 год? Я могу совершенно четко объяснить, почему я так сказал тогда. Потому что без изменений в отношении граждан к тому, что происходит в стране, никаких радикальных трансформаций тут не произойдет. Для меня это было очевидно тогда и сегодня для меня очевидно, что нам необходимо массовое участие граждан в процессах социально-политических, происходящих в стране. Сегодня это участие граждан должно выразиться в протестах, в уличных протестах, в выходах на улицу, в организации шествий, в организации митингов. Почему? Потому что прочие другие демократические конституционные механизмы в судебной системе, в правительстве, в парламенте, они не работают. Мы видим, что ситуация деградирует по всем направлениям, поэтому у нас остается механизм сопротивления гражданского. И вот это вот сопротивление, оно, конечно, невозможно без определенного сдвига и в массовом общественном сознании. Поэтому я говорил об этом. 2013 год дал образец такого изменения. Это отношение к тому, о чем мы не могли знать тогда, когда говорили год назад. О том, реакция на трагический случай в Подуре-Домняск. Ведь все это имело последствия только потому, что оппозиция выступила очень четко и решительно, потребовав расследование этого случая, потребовав создание, мы помним, специальной комиссии парламентской, потребовав ставки прокурора. Практически все, что прозвучало из УС-оппозиции, оппозиция добилась на этот момент. Но не без поддержки части активной масс-медиа, тут роль прессы была совершенно очевидна, и общественности тоже, каких-то неправильных организаций и так далее. То, что произошло после Подуря-Домняск, это яркий пример гражданского участия в решении каких-то проблем. Господин Бультиан, а вот почувствовали ли вы, как представитель главной оппозиционной силы страны, качественные изменения именно со стороны общества, которое, ну вот как справедливо отметил господин Тулбори, должно непосредственное участие принимать во всех процессах важных, которые происходят в стране. Почувствовали ли вы, как представитель главной оппозиционной силы, такое изменение? Да, вне всякого сомнения, причем эти качественные изменения я бы мог представить в том числе и в такой достаточно удобоваримой форме в виде неких количественных показателей, которые мы наблюдали на протяжении последнего года. Это, кстати, года очень символического. И мы вот буквально до передачи шутили, что начали мы уходящий год с трагического случая в Подуре-Домняске, Гладянского района, заканчиваем его не менее трагическим случаем в соседнем районе Сан-Джирейском, где также во время охоты с участием новоявленных бояр также погиб человек. Причем все это привело к тому, что бедный корман, он же представитель парламента, вместо того, чтобы, согласно принятому на заседание Альянса во вторник, в ходе заседания парламента, решение об аресте нашего товарища Григория Петренко. При всем при том, зрители должны знать, что генеральный прокурор уже находился в здании парламента. Так вот, как только корман понял, что сессию придется открывать очередной Подуре-Домняска, потому что как раз именно в тот момент этот случай, произошедший в Сан-Джирейском районе, стал достоянием общественности, был вынужден отменить решение Альянса. Об аресте Петренко и закрыть сессию с тем, чтобы граждане Молдовы не узнали о том, что нынешняя власть просто замкнула круг, с чего начала, тем и закончила. Так вот, о качественных изменениях. Если выражаться языком, так сказать, околонаучным, то этот год был годом стимулированных трансформаций в общественном сознании. И последние несколько месяцев показали, что эти самые стимулированные трансформации привели уже к ряду спонтанных изменений, которые, конечно же, последствия которых мы увидим очень скоро, в течение ближайших нескольких месяцев. Итак, с чего начался уходящий год? Давайте вспомним. Подурья Домняска и первый пикет у Генеральной прокуратуры, в котором участвовало ровно 14 человек. Вот с 14 человек началось все то, что мы наблюдали на протяжении года. И удаление главного вора страны Плохотнюка из президиума, и последующее удаление из президиума его прихвостня лупу, и отставка правительства, и все последующие изменения, и стряски, которые произошли на так называемом политическом олимпе, все это было последствием, следствием того, что было проведено 9 января, даже помню дату, очень символическая дата, кстати, для нашей партии, 14 человек. Что потом, в ноябре, мы уже видели на площади порядка 70 тысяч. Это все произошло в течение одного года. Я единственное хотел обратить ваше внимание. При всем при том, заметьте, говоря о качественных изменениях, то, что произошло 23 ноября, которое показало мобилизационный потенциал сил сопротивления, то есть не только партии коммунистов, как главные оппозиционные силы, но и всех сил сопротивления правящему режиму, значит, говорит о том, что проблем у этой власти с обществом не просто много, а исключительно много, и эта властная состояние будет с ними справиться ни при каких условиях. Даже главный ее аргумент, который она эксплуатировала нещадно на протяжении последних более чем 4 лет евроинтеграции и все производные, который замечательно был использован, начиная с 28 ноября и дальше, не принес желаемых результатов. Абсолютно. То есть, скажите мне, кто-нибудь из вас слышал что-нибудь в последнее время, где-нибудь в непередлеженной установке, сосылка на Вильнюс? Я, например, не слышу. Как будто бы его и не было. Все. Власть черстерпала весь свой инструментарий борьбы с оппозицией, укрепление своей власти, укрепление незыблемости своего правления и так далее. Власть переходит в новую фазу. На что хотел обратить ваше внимание? На то, что, возможно, не обязательно количественные показатели сейчас говорят о том, что общество выступает против этой власти. Сейчас даже на бытовом уровне, даже в транспорте, в магазинах, на улице можно услышать отнюдь нелестные высказанные в адрес тех, кто нами правит. Его не всегда можно было себе представить в предыдущие годы. Вот именно о таком качественном изменении мне хотелось бы поговорить. Когда, может быть, даже люди еще не выходят на улицу, а протестовать активно, но, во всяком случае, этот потенциал, он уже виден. Страха меньше. Невооруженным глазом. Количество изменений, о которых я говорил, используя в качестве характеристики симптомов происходящих качественных изменений, является всего лишь отражением небезызвестного второго закона диалекса. Из того, что вы говорили, я прихожу к выводу, что все-таки происшествие в подуре Домняска, о котором стало известно в начале этого года, именно его можно считать той отправной точкой, после которой уже начались все эти серьезные изменения, которые произошли в течение этого года. Считать это... Ну, это несомненно весь год прошел под несчастливой звездой этого несчастного случая, который потом превратился в преступление. Потому что я абсолютно уверен, что никто не хотел убивать этого человека. Но он был обречен с того момента, как эти люди участвовали в незаконной охоте, в браконадже, в заповеднике. То есть, изначально туда нельзя было с оружием. Но, наверное, не меньше повлияло и то, что власти пытались скрыть это, и это было очень явно. Да, то есть, пытаясь скрыть это, там начались главные преступления. Потому что государство действовало как организованные преступные группировки. И тут мы говорим о прокуратуре, ОМВД, о других министерствах и так далее. А не действовало так, как должно действовать государственное учреждение, раскрывать, выявлять виновных, сделать так, чтобы они не ушли от ответственности и так далее. То есть, случай на охоте в Подуре-Домняске показал воочию всем то, о чем говорила оппозиция. И говорили многие, что у нас государство захвачено, оно не работает, оно не выполняет свои основные функции. Оно подчинено нескольким людям и действует исключительно в их интересах. То есть, в Подуре-Домняске закончился некий период иллюзий каких-либо по поводу природы этого режима. Стало очевидно, что да, вот это государство полностью подчинено олигархическим группам. Активность оппозиции, активность прессы, гражданского общества привела к тому, что было отставлено правительство и закончится все это должно было быть, и мы в этом говорили, и это было бы правильно, и так это происходит в действующих демократиях. Выборами. Выборами, потому что, не потому что так хочет оппозиция. Вот давайте мы смотрим на опросы, у оппозиции там хорошие показатели, мы хотим выборы, потому что у нас хорошие показатели, неизвестно, что будет через год. Нет, не поэтому. А потому что эта власть потеряла доверие людей. Мы немало знали и до Патуря-Домняск, но то, что мы узнали после, вы помните, что весь февраль, март, апрель и май, 4 месяца практически, две лидирующие партии Альянса к тому моменту просто поливали друг друга ушатами, и грязи, и компромат выливался тоннами, и в прямом эфире, на телевидениях, газетах и так далее. Те воры, эти контрабандисты, там отмывают деньги, тут торгуют живым товаром и так далее. То есть они показали, кто они на самом деле. То есть это бандиты во власти. В этой ситуации нельзя дальше управлять страной. Потому что, чтобы ты не начал, если, допустим, у тебя есть какие-то планы, все равно ты никогда не получишь больше общественной поддержки. Люди не верят в то, что ты способен что-либо сделать, не украв, не убив, не обманув. Поэтому то, что так как закончился политический кризис, это неправильно. Закончился тем, что просто воссоздали это правительство, фактически в том же составе, просто поменяли главу кабинета. Глава закончилась хуже, чем могло быть. Еще и потому, что это правительство, это правительство круговой поруки. Правительство, которое руководствует своей деятельностью законом о мертве, молчании. Что бы ни произошло, какие бы преступления не были бы там совершены, мы об этом узнаем не от них самих, а узнаем из различных источников. Более того, естественно, правительство не реагирует ни на какие преступления. То есть это полный паралич государства. Мы узнаем о захвате банка. Премьер говорит, он не знает, кто захватил этот банк. Он попросил прокуратуру, там неделями ему никто ничего не говорит. Мы узнаем об аэропорте, мы узнаем о ракетирстве, о группах организованных преступных, руководимых депутатами парламента. Мы узнаем о хищении европейских грантов. Ноль, 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 ноль реакции. То есть давайте вспомним еще и другое, что европейцы говорили о том, что от того, как будет расследовано вот это преступление по дуре Домняска, будет зависеть европейское будущее для молодых влащей. Это некий такой лакмусовая бумажка, тест на европейскость нынешней власти. Это тоже оказалось пустыми словами. Это преступление никак не было расследовано. У нас сегодня единственный результат по участникам этой охоты, то, что генпрокурор ушел, а сейчас он спокойно читает лекции в госуниверситете, когда попорядочный гражданин. Другой, Крецу, судья, которому были даны гарантии, не наказание, согласился, чтобы его судили, но не в Кишиневе, а в Фалештах, куда другая сторона с трудом добирается. Все. Плешка, участник охоты, председатель операционной палаты, находится на своем месте и судит людей. Человек, нарушивший закон. И это констатировано уже, он участвовал в нелегальной охоте. Он нарушил закон. Судья нарушил закон. Это, знаете, это звучит как абсурд. В любой другой стране это невозможно было бы. На второй день этого человека минимум не было бы в системе. То есть, высший совет магистратуры, его просто с треском выкарбы из судебной системы. А у нас высший совет магистратуры, во главе которого остался, вот я даже не помню, Короки, говорит о том, что он имеет проблемы в том, что судья вместе с прокурорами участвуют в охоте. Ну и прокуроры тоже заявили о том, что да, какие проблемы, нет конфликта интересов. Ну прокуроры с судьями, плюс еще политики, да, участвуют в заповедниках. Для Молдовы это нормально. Это, ну не знаю, это почти низшая стадия деградации государства. Вот именно в этом контексте. Хотел вас вернуть немножечко назад в периоде. Вот вы упомянули о нескольких месяцах, когда происходило это вываливание грязного белья между правящими партиями. Тогда звучали мнения, что это, дескать, отвлекающий маневр с чьей-либо стороны, чтобы оттянуть внимание общественности от, собственно, сути проблемы, связанной с подуре Домняской. И это очень вписывается в контекст, что высшие судебные представители, прокурорские, не видели проблемы в участии судей, прокуроров в совместной охоте. Действительно ли это было оттягиванием внимания? Или эти дрязги, они были серьезные, взрослые дрязги между крупными противоборствующими сторонами? Я не знаю, Викторович, или я просто отреагирую очень быстро. Если мы, например, узнали, что из государственных предприятий сотнями миллионов выводится лень. Государственные деньги уходят на счета офшорных компаний. Мы, например, узнали, что налоговая служба действует исключительно по указке премьер-министра. Мы узнали, что какой-то там глава налоговой службы может себе позволить, у которого зарплата несколько тысяч лев, купить себе машину за 100 с чем-то тысяч евро. И он об этом говорит в открытую. Мы узнали, что эти люди занимаются заменой кадров на местах, для того, чтобы озеленить, как они говорили, это про ЛДПМ, озеленить Молдову. Мы узнали, что происходит преступление в Министерстве здравоохранения, были открыты уголовные дела. Мы узнали, что Центр по борьбе с коррупцией, который годами ничего не делал, вылавлив каких-то там докторов, несчастных и педагогов, вдруг проводит рейды по правительству. То есть мы узнали, как это все действует. Если все это ерунда, и вот этой ерундой они хотели, так сказать, наше внимание переключить с Подурья-Домняска на другое, ну, я не знаю. Это страшно. То есть это одно сплошное преступление. Подурья-Домняска, как началась в декабре прошлого года, оно не перестает заканчиваться, оно продолжается. Все, что происходит ежедневно, это Подурья-Домняска. Просто там убили человека, и государство не реагирует. А тут выходит политик оппозиционный, да, Мокану, и говорит, Фурдуй руководит преступной группировкой. Там-то, там-то они то-то сделали. Ну, ничего. Выходит оппозиция в парламенте и говорит, 700 миллионов вывели. Где документы? Были документы в налоговой службе. 700 миллионов леев из металлфероса вывели за несколько месяцев. Бумаги были, все было написано. Сейчас бумаги исчезли. Ноль внимания. Международная общественность здесь, в стране, говорят о банке экономии, что это преступная схема. Ни одна копейка не попала в бюджет. Ну, выходит премьер, говорит, я не знаю, кто это сделал. И вообще считаю, что это хорошо. Потому что мы, у нас не было денег, банк должен был рекапитализироваться и так далее. Слушай, а ты хоть попытался расследовать, куда деньги исчезли из этого банка за последние несколько лет, пока вы у власти. Куда ушли миллиарды леев? Ты хоть запрос какой-то в прокуратуру сделал? Ну, вот, вот, вот это вот. Это сплошная подуря домняска. Ну, и мнение господина Мутиана тоже хотелось бы услышать по вопросу, что это было, Юрий Викторович? Это было извлечение внимания или это были серьезные дрязги между этими партиями? Потому что вы понимаете, каким будет следующий мой вопрос? Мы же все видели, чем это завершилось, к чему это привело. Ну, значит, мы можем с вами обвинять их во всех мыслимых и немыслимых, в том числе и смертных грехах этих двух господ. Я имею в виду Плохотнюка и Филата. Потому что в нас очень мы говорим именно о них и о тех криминальных корпорациях, которые они создали и которыми опутали все ветви государственной власти. Но мы не можем их обвинить в отсутствии благоразумия. Такого рода попытки отвлечь внимание общественности от реальных проблем, они слишком дорогостоящие. Это все равно, что избавляется от перхоти посредством гильотины. Потому что такого рода попытки отвлечь внимание, ну, на самом деле, если предположить, что это было именно так, ну, стоили им всего. Люди, когда об этом говорили тогда, они еще не знали, к чему это привело. Может быть, в горячке, я не знаю, от избытка эмоций, переполнявших их. Но вряд ли следовало бы предполагать, что они это делали для того, чтобы отвлечь внимание. Потому что невозможно, во-первых, отвлечь внимание людей от проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, и которые, вы меня простите, не покидают их даже во время лихорадочного сна. Потому что большинство населения Молдовы в последние четыре с лишним года иначе, как лихорадочное, не спит. Потому что проблем слишком много. Тревожно. Да, тревожно очень спит. Не до сна вообще людям, да. Было бы глупо отвлекать их от этого. Почему? Потому что оно невозможно. Во-вторых, средства, которые, так сказать, были использованы для этого, если предположить, что они, в самом деле, пытались отвлечь наше внимание, так сказать, ну, очень дорого им обошлись. Теперь вот я бы хотел все-таки вернуться к тому, с чего вы начали. Об изменениях, которые принес этот год. Вот мы говорили там о стимулированных трансформациях, о спонтанных. Я вам приведу пример. Если, допустим, еще 23 ноября нам нужно было, нужно было как-то людей мобилизовать, да, на борьбу с режимом, в конце концов, агитировать и так далее, организовывать, да, то есть каким-то образом стимулировать, да, то теперь смотрите, что происходит в последние дни. Прошло каких-нибудь несколько недель после последней манифестации. И обратите внимание, что происходит на железной дороге. Значит, буквально сегодня пассажиры поезда Кишинева, Унгены взяли, вышли из поезда, и что сделали, заблокировали железную дорогу. Если вы думаете, что это был пикет, организованный коммунистами, то вы ошибаетесь. Это все отголоски текущего года, уходящего года. Происходят качественные изменения на уровне общественного знания. Люди по-другому воспринимают действительность, а главное, они на нее по-другому реагируют. Ну, на самом деле, что может связывать людей, находящихся в одном вагоне? Ну, ничего, да? И вдруг они вместе в едином порыве взяли, вышли из поезда, заблокировали железную дорогу. Только потому, что кто-то в Министерстве транспорта решил заменить поезд и заодно увеличить тариф на переезд. Я хочу, к чему это говорю? Чтобы вы понимали, что есть вещи, пусть может быть незначительные, ну, казалось, там несколько десятков человек, пусть несколько сотен, да? Но такого не было. Я не помню, например, чтобы в Молдавии кто-то блокировал поезд. В последние, по крайней мере, 22 года точно. Спонтанно. Спонтанно. Я могу вам привести только один пример. 23 ноября, в самом деле, когда два поезда были заблокированы на пути в Кишнев, это из Окницы и из Унген, в которых находились порядка 400 наших товарищей, которые пытались прорваться в Кишнев. Что они сделали? Да, они вышли из поезда, заблокировали железную дорогу, а равны и, значит, автотрассу, находящуюся рядом. Но вы меня простите, это были представители оппозиции, это были представители какой-то прогрессивной общественности, которые знали, что они делают, куда идут, зачем идут. А тут мы говорим просто о пассажирах, которые ехали в Кишнев. Вдруг они взяли, вышли и заблокировали железную дорогу. Такие вещи случайно не происходят. Это все последствия того, что случилось тогда, 23 декабря прошлого года, по Дуре-Думьянске и всех последующих событий, которые ознаменовали уходящий год. Все это последствия. И, знаете, как у великого поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот оно, но происходит в наших глазах. Да, будет незначительный перерыв, который продлится, ну максимум день-два, это 31 декабря и 1 января, а 2 января люди вернутся в неутешительную действительность и потребуют продолжения. И если силы общественного сопротивления не оправдают ожидания людей, то я не исключаю, что вот эти вот самые спонтанные манифестации, они продолжатся вне зависимости от желания тех или иных, я вообще знаю, радикальных, либо излишне разумных, спокойных, мудрых политиков. И это будет пострашнее. Пострашнее всего того, что мы видели в последние 22 года. Потому что эта власть на самом деле утратила все и всяческое доверие граждан. Вы посмотрите, ведь на протяжении этого года, в принципе, люди утратили веру даже в самое святое. Ну, самое святое, условно говоря, это была европейская мечта. И к чему мы пришли? Только ленивый не говорит о том, что представители европейских структур, которые чуть ли не ежедневно посещают Молдову, не развлекаются по вечерам после Крикова в гостинице «Нобель» в обществе весьма юных любительниц острых ощущений, которых отрежают должным образом и инструктируют сам плохотнюк. Только ленивый не говорит о том, что чуть ли не каждый из этих представителей европейских структур уезжает отсюда, но если не с дипломатом соответствующим содержимым, то, по крайней мере, с достаточно плотно упакованной барсеткой. И так далее, и так далее, и так далее. Только ленивый говорит о том, что представители европейских структур чуть ли не являются официальными стипендиатами плохотнюка. О чем это говорит? О тотальной дискредитации европейской интеграции. Дошло до полного идиотизма, потому что иначе я не назову. Вы меня извините, в последние дни осенне-зимней сессии представители международных финансовых структур, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд каким-то образом ухитрились включиться в убеждение некоторых депутатов от правящей коалиции в том, чтобы они приняли ряд изменений в законно-финансовых учреждениях и в законно-национальные банки, которые катастрофически нужны плохотнику. Что это такое? Я им открыто говорю, вы куда лезете? Они сидели со мной на заднем столе, я им говорю, вы участвуете в драке двух местных компрадоров, которые пытаются друг друга уничтожить всеми правдами и неправдами. И вы в этом участвуете? Вы представители Всемирного банка, вы представители Международного валютного фонда, пытаетесь заставить правящую коалицию принять изменения, которые соответствуют интересам плохотнюка в банковской сфере. Зачем вы это делаете? Зачем вы упрощаете его жизнь? Зачем вы предоставляете плохотнюку через посредства его большинства, поднести на Совете Национального банка, контролировать всю банковскую индустрию страны? Они смотрят на меня, поджимая губки с невинным видом и пытаются показать, что они к этому не имеют никакого отношения. При этом они открыто их заставляют принять эти изменения. Это при том, что большинство либерал-демократов, большинство либералов были против этих изменений. Прекрасно знают, что эти изменения приведут к тому, что плохотнюк монополизирует еще и банковскую систему страны. И, уважаемые телезрители, в этом участвовали представители Всемирного банка и Международного валютного фонда. Все, круг замкнулся. Следующий год принесет катастрофическое снижение популярности европейской идеи, потому что люди в это уже не верят. Ибо они видят, кто является носителем этой идеи. Проходимец, вор и сутенер Плохотнюк. И вор, нестареющий жуир, недавно женившийся, главный контрабандист, по крайней мере, Юго-Восточной Европы Филат. Это нормально. Разве такие люди могут заниматься европейской интеграцией, воплощением европейской мечты? Все. Все. Круг замкнулся. Черта подведена. И все-все-все рубиконы пройдены. Господин Тулбурин, некоторые из Ваших выступлений, заявлений можно считать, как будто они сказаны в защиту европейской идеи. Вот согласны ли Вы с тем, что сказал сейчас господин Мунтиан о том, что европейская идея в следующем году еще более опустится в глазах молдавского общества? Мы с Вами много говорили по поводу европейской идеи. Я надеюсь, наши телезрители помнят хотя бы половину из того, что здесь было сказано, в том числе и Вами, о том, что европейская идея – это не совсем то, что сейчас нам пытаются представить те, кто находятся во власти. Но прошу Вас все-таки сказать об этом. Давайте так, чтобы было совершенно четко понятно. Значит, когда нам говорили о европейской идее, нынешняя власть, они говорили о европейской интеграции. Европейская интеграция – это институциональное сближение с Европейским Союзом финальной целью и задачей, которая является вступление страны в Европейский Союз. Сейчас нету такого процесса вообще. Молдовы нет перспектив вступлению. Молдова – часть восточного партнерства, а партнерство – это партнерство. Вот оно, партнерство есть. Это надо буквально понимать. Это сотрудничество, взаимодействие. И мы должны об этом говорить. Понятно, что это восточное партнерство, разные люди по-разному воспринимают. Кто-то говорил о том, что это попытка создания санитарного кордона. Это серая зона между Евросоюзом и Россией. Это пояс друзей. Я, например, считаю, что… Пояс верности. В этой идее была и так называемая нормативная состоящая, то есть внедрение каких-то норм, стандартов, помощь Молдове в модернизации. Другое дело, что это изначально мы так воспринимали ситуацию, что все это не подтвердилось в каком смысле, нормативное развитие и модернизация страны. В том смысле, что Европейский Хьюз отказался от своего поведения традиционного в этих странах. Оно перестало критиковать. Оно нарушило свои собственные принципы МОФОМО. МОФОМО больше за большее. То есть больше денег, за большие реформы. Оно сняло всяческие условия для финансирования. Раньше того, чтобы получить деньги, надо было провести нечто, какие-то реформы, трансформации. Сейчас ничего этого нет. А что бы ни происходило в Молдове, с 2009 года, буквально вот и сейчас, нарушение законодательства, воровство, захват государственных институтов и так далее, нарушение Конституции, ну не буду сейчас все это перечислять, никакой реакции. Закрытие телевидения, вот НИЦ вспомним, да, атаки на оппозицию, беспрецедентные атаки на оппозицию, никакой реакции со стороны европейских партнеров. Может быть, за закрытыми дверьми там дружеские хлопают по плечу, а мы там замолвим словечко где-то. Хотя мы помним, как они реагировали на такие вещи раньше. Это были публичные выступления. Занимали, так сказать, очень твердые и критичные позиции в отношении действий власти. Указывали на ошибки. Не связали с власти до тех пор, пока не исправят. Экспертиза законов происходила. Мы во всем этом участвовали, помним, как это было. Сейчас ничего этого нет. Сейчас власть может изменить регламент парламента, это фундаментальный закон, которым руководствуется парламент. Может изменить, попытаться изменить избирательный кодекс. Вот то, что сейчас это происходит, никакой реакции. В этом смысле идея уже дискредитирована. Уже дискредитированная идея. Когда я говорю о европейской идее, я говорю о том, что все равно Молдова или она будет, или ее не будет. А будет она только при условии, если она модернизируется. Мы должны модернизироваться. Мы должны все-таки сделать так, чтобы у нас была нормальная правосудие. Мы должны сделать так, чтобы у нас была нормальная прокуратура. Мы должны сделать так, чтобы нас не воровали. Мы должны свести коррупцию к уровню, который есть в странах, где с ней успешно борются. Она не должна быть образом жизни. У нас нет проблемы, которая решается некоррупционным путем. Начиная от устройства ребенка в садике, кончая получением тендера или подряда на строительство дороги. Или что у нас там еще строится, что-либо. Завода нет, но зданий каких-то и так далее. Вот в этом проблема. Поэтому я говорю, что мы в любом случае должны модернизироваться. Мы должны говорить о том, что вот сменится власть и будущая власть посадит предыдущую. Власть не сажает. Власть должна создать условия, чтобы у нас появилось правосудие. И вот это правосудие должно взяться за всех. Всех, которые должны ответить перед судом, перед людьми за то, что сделали в прошлом. Вот в этом заключается европейская модернизация. И тут, возвращаясь к первому вопросу. Я согласен с господином Муньканом в том смысле, что вот этот год, 2014 важен, архиважен. Потому что это предвыборный год. Потому что есть серьезная реальная опасность, что выборы будут сфальсифицированы. Есть реальная опасность, что власть, наплевав на рекомендации европейских структур и на практики демократические и так далее, не все-таки изменит избирательный кодекс. Я прихожу к этому выводу, опираясь на то, что я вижу, то, что происходит вокруг. То есть, если мы получаем такие решения Конституционного суда, которые не имеют ничего общего с правом, но они соответствуют определенным политическим интересам неких политических сил, которые ставят выше Конституции декларацию о независимости. Если мы видим, что власть не отказывается от так называемой приватизации и говорят, что нельзя, все, оставьте, это после выборов будет. Нет, они настаивают на этом. Если власть продолжает менять законы, подминая под себя все, что можно, направлены против оппозиции. Я вижу, что власть испытывает и общество, и оппозицию всех нас на прочность, смотрит, как далеко они могут пойти в своем беззаконии. И если не будет реакции на это, то есть они пойдут и дальше. Поэтому они пойдут и изменят избирательный кодекс, может изменить там что угодно, для того, чтобы создать самые благоприятные условия для выборов. Им не с чем идти на выборы, поэтому они будут по-другому к этому подходить. Поэтому 2014 год важен. Мы показали, что мы можем мобилизоваться. Теперь мы должны показать в 2014 году, что мы можем не уйти с улицы до тех пор, пока мы не добьемся тех целей, о которых говорим. То, что если не будет этого сопротивления, зло, которое у нас концентрировано в правительстве, в парламенте, оно будет увеличиваться. Его надо остановить и маргинализировать, ограничить, остановить. Одно из событий 2013 года, во всяком случае, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это активизация деятельности Гражданского конгресса, который был создан еще в предыдущем году, в 2012 году. В 2011. Даже в 2011 году, весной 2013 года, деятельность не то, что даже активизировалась, а даже как-то перестроилась деятельность Гражданского конгресса в течение какого-то времени. И даже персонифицировалась. Это проявлялось. Появились настоящие звезды Гражданского конгресса, которых знает вся страна. Кстати, я надеюсь, вы сейчас говорите не с иронией об этом. Нет, я абсолютно серьезно говорю. Потому что их имена на слуху, я на встречах с избирателями часто слышу. И имя присутствующих не очень удобно говорить. И имя Алексея Тулбуря слышу, и Игоря Калдария, и Гаврилова. Это люди на встречах говорят. А это же не коммунисты. Это представители Гражданского конгресса, просто очень активные люди с очень твердой гражданской позицией, люди готовые на самопожертвование. И это очень приятно, понимаете? Очень приятно. Это говорит о том, что происходят структурные, как сейчас модно выражаться, изменения на уровне общественного сознания. И что общество рождает новых лидеров общественного мнения, формирующих политическую повестку дня уже в силу одного своего слова. Это очень хорошо, это значит, что люди с ними связывают какие-то ожидания, облекают их своей неформальной властью. Это замечательно. А не только те, которые там беснуются или брызжут слюной в парламенте или около парламента. Есть что-то на самом деле о внепарламентской оппозиции, которая тоже формирует повестку дня. И того и гляди, возьмет на себя полное право ее формировать. Если мы будем чесаться и в дальнейшем, пользуясь этой на самом деле уже жалкой парламентской практикой, которая полностью себя дискредитировала, то мы вынуждены будем построиться в кельватере гражданского общества. Я говорю и о партии, которую представляю, и обо всех остальных общественных силах, которые в данном случае, особенно в последние несколько месяцев, заметно отстают от позиций гражданского общества. И это показывает, Алексей, вы меня извините, скоро Новый год, нужно говорить правду. Общество стало радикальнее, чем мы. И это правильно. Мы своего добились. Мы своего добились. Мы общество в течение четырех с лишним лет будили, будили и, наконец, разбудили. И общество стало радикальнее, чем мы. Я вам приведу пример. 23 ноября, когда мы собирались на площади, в местах сбора осталось более 15 тысяч человек. И это были не коммунисты, которые хотели попасть из Кишинева. И которые не хотели из Кишинева возвращаться до полной победы. Вот это произошло под знаком под уряду Мнязки в течение 2013 года. И это плод, в том числе, нашей работы. Я благодарю вас за то, что вы ответили вопрос, который я даже не успел задать о значении гражданского конгресса. А теперь хотел бы услышать и мнение господина Тулбуря, потому что я видел, вам есть что дополнить. Я, конечно, благодарен за высокую оценку и за мы партнеры. И делаем общее дело на этом этапе. Но тут идея такая, что если партия коммунистов становится партией власти, то по определению гражданский конгресс переходит в оппозицию к власти. Потому что гражданское общество, скорее оппозиционные позиции должна занимать, чем в некоторых вопросах сотрудничества. Нет, я хочу другое сказать. Мы вас породили, но убивать вас не буду. Вот вы сейчас дадите пищу снова для каких-то нападок в адрес партии коммунистов, которая якобы создала, родила, породила. Нет, 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 это... Есть спрос, есть спрос. Партия коммунистов просто озвучила, совершенно верно, озвучила, артикулировала общественный спрос на новую форму общественного сопротивления, вне парламентского. И этот спрос материализовался. И персонифицировался. Конечно, ну давайте, понятно, мы комплементарны друг к другу, но надо признать, что политические процессы в Молдове до сих пор проходят под влиянием политических партий. У нас еще нет такой общественной силы, которая набрала бы такую мощь, способную, серьезно. Но несмотря на то, что есть огромный спрос на такое, это показывают социологические опросы, это показывают и реальные ситуации, контакты с людьми. И гражданский конгресс так задумывался у нас, и он неплохо был перезапущен, мы так это и называли весной этого года. Проблема в том, что в какой-то момент события с улицы перенеслись в парламент, и там происходили какие-то очень динамичные вещи. Вы помните, перед формированием коалиции про европейское правление, очень интересные события происходили в парламенте, и гражданский конгресс остался вне стен. Парламент это естественно, но мы эту работу продолжаем. Я поэтому и говорю, что 2013 год это результативный год, но тем не менее мы не можем быть удовлетворены до конца результатами, что результаты они такие, какие есть. 2014 в этом смысле важнее, потому что реальная опасность того, что выборы не изменят ситуацию, есть, несмотря на то, что у оппозиции огромная популярность. Но есть опасность, которая у нас не была на протяжении всех 20 лет независимости Молдовы. Опасность того, что выборы будут сфальсифицированы, они не будут свободными и не будут демократичными. А почему? Потому что эта власть, если почувствует, что сопротивления беспределу правовому не будет, она пойдет на этот правовой беспредел. И мы должны совершенно четко понимать, что Европа, которая традиционно, и ОБСЕ, и Соединенные Штаты Америки, Запад, грубо говоря, который завдавал определенные стандарты в избирательной практике, и определял демократичный выбор и недемократичный, в этой ситуации будет на стороне этой проворовавшейся власти. Так, как они были до сих пор. Так, как они поступили в случае с Восточным партнерством, в котором не осталось никакого содержания европейского. Осталась одна геополитика. Поэтому мы накопили опыта и сил в 2013 году. В 2014 году мы должны этой власти показать, что дальше по беспределу они идти не могут. Это в наших интересах, интересах Республики Молдова, интересах общества, потому что нас обведут вокруг пальца, и мы получим то же самое, только вид сбоку. И 4 года, понятно, что протесты можно не прекращать, можно ходить, но это будет уже другая история. Поэтому я считаю, что мы должны уроки учесть. Вот сейчас есть эти каникулы зимние, осмыслить то, что было, и подготовиться к новому политическому году. Я в этой связи хотел небольшое отступление сделать, ну тоже отступление-вопрос. В следующем году не ожидаются запланированные выборы в Европе, в Европейском парламенте. То есть изменится какая-то конфигурация в европейских структурах. Не ждать ли нам от этих изменений какого-то изменения к событиям, которые происходят в Республике Молдова? То есть если сейчас мы говорим о том, что европейские представители, европейские структуры закрывают глаза на множество нарушений, закона, конституции, вообще здравого смысла, то не ждать ли нам изменения после европейских выборов в следующем году? Может быть не так легко будет удастся сфальсифицировать наши выборы? У нас сейчас большая коалиция в Германии. Социал-демократы и христианские демократы. Меркель и социал-демократы, партия Меркель и социал-демократы сформировали опять большую коалицию. МИД, руководство МИДа у социал-демократов. У социал-демократов другая история дипломатическая, чем у христианских демократов. Мы помним восточную политику Вилли Брандта, открытости ФРГ, сотрудничество с ГДР, Советским Союзом. И другое отношение к этой части Европы. В этом смысле, конечно, есть ожидание. Есть ожидание, что в Европейском парламенте изменится соотношение в пользу левых. Понятно, не левых социал-демократов, а социалистов и социал-демократов, я имею в виду в первую очередь. Изменится у нас главная партия в коалиции, она член Народной Европейской партии. Огромное количество своих проблем Филат и его партия решала через эту политическую семью. Визит Меркель, это скорее визит христианского демократа сюда, чем лидера Германии. Она тут в двух качествах побывала в этой стране и приехала только потому, что ее пригласил коллега по Европейской народной партии. Она приехала сюда. Ну и Миньон, кстати, председатель парламентской ассамблеи, тоже член этой политической семьи. Его двусмысленные позиции, действия и заявления, которые не позволял себе ни один председатель парламентской ассамблеи до него здесь. Объясняется именно этим. Поэтому у нас есть ожидания. Но закончу хочу тем, что мы на эти ожидания надеяться не должны. Мы должны свою работу сделать сами. А уже если ожидания оправдаются, то это просто закрепит успех. А думать о том, что кто-то где-то за нас как-то решит, это иллюзии, пустые надежды. Нет, мы сами должны все сделать. Потому что в ожиданиях можем обмануться. А если мы не остановим эту преступную власть, не поменяем ход этой логики деградации и разрушения, то вместо нас никто этого не сделает. В этой же связи у меня вопрос к господину депутату Мунтиану. Скажите, пожалуйста, насколько это соответствует парламентской практике, когда некая политическая сила за спиной парламента направляет законопроект, который даже еще не зарегистрирован. То есть какую-то инициативу отправляет на экспертизу венецианскую комиссию. Я имею в виду инициативу, связанную с изменением избирательной системы в Молдове. И почему к этому так среку относятся вообще все остальные политические силы? Вы знаете, если бы Корман изменение, которое Плохотнюк рассчитывает внести с легкой руки Филатом в избирательный кодекс, с тем, чтобы воспользоваться своим опытом 2012 года на выборах в Народное собрание Гаузии, то есть я говорю об одномандатной системе и возможности тотального и повального всеобъемлющего, всеохватывающего подкупа избирателей, если бы Корман вот эти вот самые изменения, которые составила команда Плохотнюка в лице Канду, отправил со своего частного имейла в качестве просто гражданина Республики Молдова по имени Игорь Корман другому частному лицу, Джанни Букикио, гражданину Италии, с просьбой Джаннию, посмотри вот эти вот изменения, как ты думаешь, они вообще соответствуют европейской практике, европейским стандартам, ценностям и лучшим достижениям так называемой европейской цивилизации? Это было бы одно. Но Корман написал официальное письмо от имени парламента Республики Молдова, подписал его в качестве представителя парламента и представил их в качестве изменений, выработанных им в качестве представителя действующей парламентской коллекции, то есть действующего большинства, не согласовав эти изменения, даже не поставив о них в известность ни одну из парламентских фракций. Я не говорю даже об оппозиционной партии коммунистов, а своих, так сказать, партнеров не поставив в известность. Это, знаете, напомнило мне случай с небезызвестным Плохотнюком, который писал официальные письма в Интерпол, да, значит, как это, как это, как это, скажите, я там фигурирую, вы развернули этим. Значит, я помню этот файл Диантет, офис оф мистер Плохотнюк, ферст депутей спикер в Молдован парламент, и подписывали письма, неизвестно, на бланке, на бланке парламента, нормально, да, вот Корман ту же практику, собственно говоря, продолжает, но это характеризует демократическую партию, конечно, это случай из гряда вон выходящий. Это такое мелкое мошенничество. Да, это в чистом виде мел, в духе совершенно не считается. Проблема тут, это одна проблема, проблема в том, что если будет негативная реакция, допустим, с Венецианской комиссией, они плюнут на это, перешагнут через это, того же никогда не было. Вот в этом опасность, вот знаете, что показалось еще подрядом Няской, что эти люди готовы перешагнуть через все. Они перешагнули, и приехал Фюли, заставил их сформировать коалицию между людьми, которые просто физически друг друга терпеть не могут. Не то, что там что-то созидать. То есть они решили, понятно, что они ничего создавать не могут, ничего менять лучшего не могут, они решили, хорошо, мы будем воровать каждый в своей очереди. То есть, извините, Алексей, если Венецианская комиссия, извините, одобрит, скажет, что все соответствует действительно всем нормам и ценностям. Нет, она не может по определению одобрить. Я вам сразу говорю, вот даже допустить теоретически, Венецианская комиссия не одобрит изменения, там, о избирательном кодексе? Да, совершенно верно. И тогда нам ничего не скажут. И не потому, давайте мы сейчас совершенно четко, сегодня четко скажем, потому что я был на других. Я бы очень хотел, чтобы определенно прозвучало. И там мне говорили, подождите, а вот вы говорите, год, а вот мы перенесем там на полгода, мы соблюдем это условие год. Проблема не в том, что за год. Это одно из условий, которое, в принципе, при наличии консенсуса можно преодолеть. Но есть другая принципиальная позиция, и не только Венецианская комиссия, а Европы в целом, демократии в целом. Который говорит о том, что в таких государствах, как Молдова, в становящихся демократиях, нестабильных, мажоритарная система плохая система. Почему? Потому что в мажоритарных системах всегда, всегда побеждает исключительно власть. Ее позиции практически нет шансов сменить эту власть. Почему? Причем криминальная власть. Ну понятно, что криминальная, если она всегда побеждает, и там можно предсказать результаты власти, то понятно, что это криминал. Нет, я просто хочу, Алексей, если можно, буквально 30 секунд. Значит, 29 октября 2019 года мы в качестве наблюдателей, я говорю о себе и своих товарищей, участвовали, были наблюдателями на выборах в Украинскую Раду. Так вот, что интересно, во всех тех округах, во всех тех округах, где применялась домодатная система или мажоритарная система, то, чего вожделяет Плохотнюк. Партия регионов. Нет. Выиграли так называемые независимые кандидаты, из которых, по нашим подсчетам, 96% были люди с криминальным прошлым. Это как и уже 96%. Независимые, которые потом сформировали. А кто, понятное дело. Нет, ну вот мы модель видели. И чтобы завершить, Венецианская комиссия, мы совершенно открыто должны сказать, это должно появиться везде в прессе. Я беру на себя ответственность за эти слова. В принципе, не может дать положительную реакцию, положительный авис на вот эти вот инициативы Плохотнюка. Проблема в том, что Плохотнюк перешагнет через отрицательный авис и реакции с Европы не будет. Страна может перейти на смешанную систему, Плохотнюк возьмет половину этого парламента через одномодатные округа. Понятно, что он не даст ни Филату, никому другому там солировать. Может быть где-то, понимаете, потому что нет правил без исключения, но человек, которому мешками приносят ежедневно наличность. И он один из немногих, у которых есть наличность сегодня, нет людей. Который может в прямом смысле не коррумпировать, знаете, словами там обещания. В прямом смысле, деньги давайте. Вот за углом дал 200 леев, ты ему принес чистый бюллетень и сфотографированный бюллетень, который ты бросил там с кем-то именем. Против этого бороться очень сложно. Но возможно только тогда, когда все общество через своих представителей, самых активных представителей, показывает этой власти, что в случае, если они придут к какой-то грань, их просто вынесут ногами вперед от оксёдов. Это мы повторяем какие-то вещи, но мы не придумаем сейчас велосипед. Это все опробировано в других местах. И тогда, когда ты не можешь действовать через суды, потому что суды подконтрольны, когда ты можешь действовать через парламент, потому что в парламенте у нас тоже уже не место для дискуссий, понимаете. Тогда ты выходишь на улицу и говоришь, извините, ребята. Вот это единственная возможность с вами бороться. Я не хочу, чтобы вы со мной обращались как со скотиной. Очень бы хотелось, чтобы эти ваши слова были восприняты не только нашими гражданами, но и представителями европейских структур, и именно в том ключе, в который вы вкладываете эти ваши заявления. Уважаемые друзья, у меня время заканчивается, к сожалению. Вопросы не заканчиваются, время заканчивается. Поэтому у нас есть несколько минут для того, чтобы вы обратились к нашим телезрителям с... Ну, я предполагаю, что вам есть что сказать в завершающий этот год передачи. Очень коротко, уважаемые телезрители, я желаю вам от всей души, чтобы уходящий год был бесконечно хуже, чем год наступающий. Чтобы уходящий год был самым скучным годом в вашей жизни. А наступающий год уже в первые месяцы принес вам массу радости. И чтобы 1 мая вы встретили уже в новой стране, в новой стране, в новой республике Молдова. В новой республике Молдова. Желательно в 5-й Молдавской республике. У нас даже без интриг не обходится. И вам слово, Алексей Васильевич. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, здоровья в первую очередь. Доходов, Бершук. Здесь такое красивое слово по-молдавски. Вкусное, теплое слово. Изменений к лучшему. И хочу, чтобы мы все были мужественны и не теряли надежды. Потому что нам в этой стране жить. Я собираюсь в этой стране жить. Собираюсь не сдаваться. И абсолютно уверен, что мы своего добьемся. И хочу, чтобы рядом со мной были такие же уверенные люди. Которые хотят в этой стране жить нормально. И 2014 год, год непростой, сложный. Но нам удастся добиться своего. Я уверен в этом. Всех с наступающим Новым годом и счастьем. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Я уверен, что мы будем часто встречаться в этой студии и в следующем году. Надеюсь, эту мою уверенность разделяете и вы тоже. Если не закроют вас. Такой рекламы мы даже и не ждем. Мне остается только сказать нашим телезрителям, что для меня большая честь, что завершающая передача «Индирект» в 2013 году выпала именно мне. Для меня большая радость, что именно такие интересные собеседники были в сегодняшней передаче. Я, конечно, уверен, что наши телезрители знают самые интересные собеседники, самые интересные дискуссии, иногда жаркие, иногда противоречивые. Они будут происходить именно в рамках нашей передачи «Индирект». Смотрите нас в следующем году в прямом эфире. До следующей встречи. С Новым годом! С Новым годом!